Привет, друзья! Прежде чем начать свой топ, хочу предупредить о том, что он составлен по моему опыту и представляет только моё личное мнение. Давайте будем разумно смотреть на жизнь. Машины наподобие Ford Focus, BMW, Mercedes, Lancer, Passat, Audi, Skoda и тому подобное за цену в 200-250 тысяч найти просто нереально. Если вы купили живой вариант, то можете смело идти покупать себе вместе с машиной лотерейный билет, потому что так может вести только раз в жизни. Итак, сегодня для вас топ-10 автомобилей до 250 тысяч рублей в 2023. Давайте начнём. На 10 месте Opel Vectra 1998 года. Хороший автомобиль от немецкого производителя, очень надёжная ходовая часть. Коробка передач тоже отличная, дешёвая в обслуживании и очень комфортная. На рынке много живых вариантов. Но всё-таки это немецкие автомобили, они немного дорогие в обслуживании. В целом автомобиль является золотой серединой. Во многом зависит от предыдущего владельца, и если машину убивали, а потом подлатали перед вами, то проблем с кузовом будет очень много. Но если проводились хоть какие-то плановые работы по удалению ржавчины, то кузов автомобиля очень даже надёжный. Кстати, несмотря на десятую строчку, Vectra является одним из лидеров по комфорту в данном топе. Подводя итог, можно сказать, что машина является отличным вариантом. Её довольно легко найти на рынке. Внешне машина выглядит свежо. Салон весьма комфортный в использовании, а подвеска приятно отрабатывает. Из минусов лишь болячки по потёку масла. В целом больше ничего. На девятой строчке Volkswagen Golf конца 90-х. Ещё один немецкий автомобиль с привлекательной внешностью, маленькими габаритами и немецким качеством сборки. Вариантов хороших автомобилей немного, но всё же они есть. Кроме того, стоит обратить внимание на двигатель, который часто вызывает проблемы у владельцев. Плохая электрика и трансмиссия. Немного есть масло. Имеет довольно большой расход топлива для такой небольшой по размерам машины. Запчасти недешёвые, их трудно найти, но есть большое количество аналогов. По кузову нельзя сказать, что сильно гниёт, но и не вечный вариант. По факту это маленькая машина с большой историей. Золотая середина. Юркая, хороший вариант для города. Да, мотор вызывает вопросы, лучше брать 1.6. Он в разы надёжнее. Восьмое место и снова немец. Opel Omega. Эта машина достаточно интересная, с отличным салоном и средними показателями. Да, часто попадаются гнилые авто, нужно поискать получше. Единственная проблема данного агрегата – достаточно большой расход топлива. Особенно зимой, около 18 литров. Большое количество пользователей жалуется на плохой штатный свет, который лучше сразу заменить. В целом машина комфортная, имеет большой просторный салон, отлично отрабатывает подвеска и нет каких-то критичных проблем и недостатков. Всё-таки стоит понимать, что мы ищем в 2023 автомобиль до 250 тысяч или около этого. И это крайне немного. Следом в Японис. Ниссан Максима 2000 года. Престижный, комфортный, резвый и неприхотливый. Абсолютно золотая середина нашего рейтинга. Правда, есть проблема. Почти невозможно найти хороший вариант. Ну или крайне сложно. Но вы-то постараетесь. Несмотря на свой возраст, машина очень надёжная. Вам нужно просто менять расходники и будет вам счастье. Дешёвые запчасти, простая подвеска, но немного большой расход топлива. Критичной проблемой Ниссана в тех годах является коррозия. И все Ниссаны довольно быстро сгнивают. Поэтому обязательно следите за состоянием кузова. И при покупке, и после неё. По факту, машину тяжело найти, но если получится подобрать живой вариант, то удовольствия эксплуатации вы получите достаточно. Следите за её техническим состоянием, вовремя обслуживайте, и можно точно спать спокойно. Кстати, о сне. Спонсор этого видео – компания BlueSleep. Поверьте, с таким комфортом вы ещё никогда не спали. Инновационные матрасы и товары для сна высочайшего качества порадуют невероятным удобством. А премиальный матрас BlueSleep Hybrid Duo обеспечит мгновенное удобство и упругую поддержку тела во время сна. У каждого покупателя есть 100 дней на тест матраса. В течение этого времени вы можете вернуть его, если он вам не подошёл. Кроме того, BlueSleep – это не только матрасы, но и подушки, кровати, диваны и другие товары для сна. Обо всех фишках будет большой отдельный выпуск на нашем втором канале. А сейчас по промокоду PROAVTO скидка 10% на все товары на сайте. Ссылка в описании. На шестой строчке Hyundai Accent. Год 99-й, 2007-й. И это, кстати, единственный кореец в нашем топе. Симпатичный внешне, с хорошей управляемостью и резвым мотором. По факту это русская иномарка. Она проста в обслуживании, легко заводится и в жару, и в холод, имеет жёсткую подвеску и вполне выполнит все необходимые функции для рядового использования. Кузов хороший, особой коррозии не наблюдается. В целом, это вариант достаточно средний, с дешёвыми запчастями, как таковая рабочая лошадка. Кстати, несмотря на свою простоту, автомобиль неплохо держит дорогу даже на высоких скоростях. И это хорошо. Да, вам придётся смириться и с дешёвым пластиком, и с жёсткой подвеской. Ну а куда деваться? Бюджет ограничен. И что главное, найти автомобиль в хорошем состоянии за эту сумму не будет большой проблемой. На них очень часто ездили пенсионеры, которые её холили и лелеяли. И это плюс. Пятёрку лидеров открывает Peugeot 206, код 2002. Это самая свежая машина в нашем топе, за счёт чего и реальность найти хороший вариант крайне мала. И тут придётся либо добавить 1050-70, либо очень усердно искать. И тогда счастье вас найдёт. В целом, автомобиль имеет мягкую подвеску, отличный двигатель, который быстро набирает скорость. И машина вполне себя хорошо ведёт на большой скорости. Внутри очень приятный салон. Нет ничего лишнего. А места хватает и спереди, и сзади. Если своевременно обслуживать этот автомобиль, то лишней головной боли возникать не будет. Но бесспорно можно сказать, что Peugeot 206 как первый автомобиль для дам будет отличным вариантом. Девочки такое любят, как ни крути. На четвёртой строчке Nissan Almera. Год 2003-2005. Достаточно свежий автомобиль. Да, Nissan, к сожалению, очень сильно подают с коррозией. Но если убрать этот фактор, то вполне себе хорошая семейная машина с приятным салоном и симпатичной внешностью. Кроме того, Almera в данном кузове занимает лидирующие строчки в рейтингах надёжности. И это о чём-то говорит. Нельзя не отметить низкий расход топлива и дешёвое обслуживание. Экономия должна быть экономной. Что выбрать по двигателям? Возможно, владельцы 1.8 не согласятся, но если судить по моему анализу перед покупкой, то полуторалитровый движок относительно лучший вариант. У 1.8 проблемы с рейкой и с масложором. А полуторалитровые двигатели жалуются на коробку. Там надо обратить внимание на плавность переключения. В остальном же, отличный вариант для повседневного использования за адекватные деньги. А третьей строчке Mitsubishi Carisma 2000 года. Хороший вариант. При правильном обслуживании ничего толком не ломается. Но имеется не очень удачная коробка передач от Атагаза. Скорость и управляемость вместе с экономичностью делают этот автомобиль особенно привлекательным для покупки. Но некоторые могут переживать, что просто невозможно найти хороших вариантов. Дорогу держит очень цепко. Довольно-таки уютный салон. К недостаткам можно отнести запотевание задних стёкол в дождь и плохой обзор через заднее стекло. Один из самых популярных вариантов – двигатель 1.6. Берите его и точно не ошибётесь. В целом, меняйте расходники, обслуживайте и будет вам счастье. На второй строчке Toyota Yaris. Год 99-й, 2005-й. Я думаю, что многие удивятся моему выбору. Но поверьте мне на слово, это очень крутой автомобиль. Давайте по порядку. Во-первых, есть очень много хороших вариантов на рынке за адекватную цену. В этой машине по факту просто нечему ломаться. Это, конечно, не такая рабочая лошадка, как Logan, например. Но всё ещё очень простая машина. В совокупности с японским качеством – приятный автомобиль, в котором очень безопасно передвигаться. Расход маленький, небольшие габариты, дешёвые запчасти. А из-за габаритов машина очень юркая и быстро набирает скорость. То есть от динамики вы просто кайфанёте. Да, с виду-то машина маленькая, но очень просторная внутри. Задний ряд раскладывается и получается довольно много места. В общем, это идеальный вариант для города. Это юркая, быстрая, управляемая машина, которая не будет трясти по карману за счёт своей простоты. Обязательно рассмотрите этот вариант. На первом месте, конечно же, Рено Логан 1. Вы его найдёте в каждом топе. Его можно даже назвать российской легендой дорог. Да, это очень популярная машина среди населения, что одновременно и плюс, и минус. Так как часто была на руках у не самых осторожных людей. Я думаю, все прекрасно знают про живучесть данного аппарата. Тут даже комментировать ничего не нужно. Подвеска, которая всё по колено, также довольно хорошая проходимость, как седана. Из плюсов можно добавить маленький расход, дешёвые запчасти и недорогое обслуживание. Но у автомобиля довольно вялая динамика. На трассе сильно ощутима нехватка мощности. Да, несмотря на пустой салон, да и в целом внешний вид, который оставляет желать лучшего, это всё равно заслуженное первое место. Машина идеальна для поездок по городу, на работу, домой, для поездок на дачу, на природу. Она едет и всё. Больше ничего от неё ожидать не стоит. Что ж, друзья, на сегодня это всё. Пишите ваше мнение по поводу данного рейтинга в комментарии и предлагайте свои варианты. Ну а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Нам будет очень приятно. До скорых встреч.